В эфире новости Дагестан, в студии Зухра Алиева. Здравствуйте, в начале коротко о главном. Унесенные дождями в горных районах республики обильные ливни вызвали селевые потоки. Утопать в мусоре или бороться с ним? Почему переполненные баки по сей день портят облик столицы? Смотрите через несколько минут. Сто тысяч за чтение Корана и совершение намаза. Таков призовой фонд конкурса среди детей, обучающихся на летних курсах по основам ислама. И шах, и мат. Спортсменку Амину Абакарову навсегда исключили из Федерации шахмат. Мосты разрушены, дороги смыты. В горных районах республики обильные дожди вызвали селевые потоки. Тем самым полностью изолировав от передвижения и подачи воды 9 сел в Сумадинском районе. Местные жители делятся в соцсетях видеокадрами стихии. На них заметно мощное движение волны в опасной близости к домам. Спасатели планируют начать работы по восстановлению, когда уровень воды снизится. А по словам МЧС, республики разрушенные участки дорог восстановят ориентировочно до 21 августа. Ну а в столице республики бушует другая стихия – мусорная. Эта проблема в Махачкале по-прежнему актуальна. За прошедший месяц ситуация ухудшилась. На 30% увеличилось количество жалоб на свалки, сообщает Центр управления регионом. О том, почему переполненные баки по сей день портят облик Махачкалы в сюжете Мухаммада Амарова. Если в центральных улицах Махачкалы коммунальные службы успевают вывозить мусор, то на второстепенных с этим дела обстоят куда хуже. Горожане считают, что проблему усугубляют сами жители. Люди забывают о заботе об окружающей среде. Почему там так много свалок? Надо мусор в завод делать, сжигающий. Говорили, не знаю, не делается. Мусор везде. По 2-3 дня не вывозят, эти контейнеры стоят. Деньги надо выделять. Если мощь выделяет, надо мусор сжигающий сделать. Вот в этом и причина. Скорее всего, он справляется. Дома строится столько. Из-за этого, скорее всего. Многие люди относятся к этому безответственно. Они считают, что это не такая глобальная проблема, какая она есть на самом деле. И считают, что мусор можно выбрасывать куда не захотят. Мусорная проблема – это серьезный вызов для города. Решение зависит не только от властей, но и от общественности. В частности, многие горожане не оплачивают услуги ЖКХ, куда входит в том числе и услуга вывоза мусора. Так считают в общественной палате республики. И здесь очень важен диалог между властью и общественностью. Разъяснять, почему так произошло, почему так происходит. И общественности тоже не нужно стесняться или бояться выражать свое мнение. Но критика должна быть обоснованная, претензия должна быть четкая, грамотная. Доносить до руководства, какие проблемы сегодня есть в городе. И, соответственно, должен быть такой некий диалог, результатом которого должно стать решение этой проблемы совместно. Кадровый голод – одна из основных проблем в сфере вывоза мусора. Дагестанцы не стремятся работать в этой сфере. Поэтому коммунальные службы не успевают своевременно очищать город, заявили в руководстве регионального оператора. Водители, то, что не идут сюда на эту работу, как-то непривлекательно для них. Хотя увеличены заработные платы. На сегодняшний день водителям порядка 100 тысяч доходит заработная плата, рабочим около 60 тысяч. Но, тем не менее, проблема остается на сегодняшний день. Мы решаем ее всеми возможными силами. Помимо нашей техники, которая работает, сегодня МБУ «Махачкал-1», привлекается дополнительная техника с МБУ «Благоустройство». И также привлекается главой города, управлением УЖКХ города, дополнительная техника с различных организаций, нанимаем технику. «Махачкала-1» выводит из города более 700 тонн мусора в день. Но этого недостаточно. В ведомстве отметили – нагрузка спадет с окончанием туристического сезона. Мухаммад Амаров, Магомед Магомедов, Шамиль Хиресулаев, Дауд Гасанов, Новости ЛНТ, Махачкала. Возгорание свалки в Черкес-Кутане снова в центре внимания. Председатель правительства Дагестана поручил главе Минприроды Республики представить в течение 15 дней доклад о том, каким образом и в какие сроки будет решена проблема свалки. Напомним, что Минприрода уже изучала возможность ее включения в федеральные программы «Генеральная уборка и чистый воздух», но конкретных принятых мер по ее устранению не оказалось. Горящая свалка Махачкалийская входит на следующий год в «Генеральную уборку». Нет, не входит. Почему? Мы сейчас завершаем работу. Нет, почему она не входит? Какая причина? Мне такой большой доклад не нужен. Причина какая? Собственника надо одного. Как? Ну, определились же собственником. Дарья Леонидович, вы сказали, что собственником определились. А почему тогда нельзя являемся? Мы не заявляемся, потому что ТКО некуда вывозить с Махачкова. И по земельным и имущественным отношениям вопрос еще не вешал. Вы же сказали, что позоверли вопрос в речи. Когда я выучил, вытюли спросил. Спросил, вот тебе поручение персональное. В течение 15 суток доложили мне лично, что делается, чтобы эту салфу включить на 25-26 год программу российскую. 800 водителей штрафованы за пользование телефоном за рулем на дорогах республики. И это только за прошедшие сутки. Об этом сообщает региональная ГИБДД. Как отмечают в ведомстве с марта текущего года, нарушения фиксируются камерами фото-видео фиксации. А водителям, разговаривающим по телефонам, во время движения грозит штраф в размере полутора тысяч рублей. В День знаний в Махачкале откроют три новые школы. О том, как идет подготовка и в каких городах и районах республики, говорили на совещании у председателя правительства республики Абду Муслима Абду Муслимова. Премьер-министр дал поручение привести все школы региона в порядок до 19 августа. Руководитель Миноборнауки Яхья Бучаев отметил, что с 1 сентября в образовательные учреждения Дагестана внедрят новые возможности электронного дневника МЭШ. Программа уже работает в штатном режиме во всех школах региона. Премьер-министру также доложили о контроле за организацией питания в учебных заведениях. Проверено 114 поставщиков. Из них 95% не имеют складские помещения для хранения продуктов. Чтобы решить эту проблему, будет создан реестр недобросовестных поставщиков. Мы то, что мы едим, о каком здоровье, о высокой деторождаемости и так далее, можно говорить, если мы травим одностоящем поколении. Яхья Юрьевич, за счет государственных средств допускать эту травлю, это нельзя ни в коем случае. Он согласен. Ни в коем случае. Там какие-то дельцы имеют свои интересы. Они не думают о жизни и здоровье подрастающего поколения. 100 тысяч рублей составил призовой фонд конкурса по чтению Корана и совершению намаза среди детей, обучающихся на летних курсах по основам ислама. Мероприятие прошло в селе Новая Урада Кумтор-Калинского района. Оно было приурочено памяти известного ученого-богослова Удурата Алюрадим. Более 100 юных участников из разных сел муниципалитета продемонстрировали свои религиозные знания перед жюрием. В рамках подведения итогов прошел вечер знаний, по завершению которого победители и призеры были награждены грамотами и ценными призами. Цель общества, чтобы она была прочной. А прочная когда она бывает? Когда друг друга за друг друга болеют, друг другу помогают, друг друга поддерживают. Если, например, у кого-то что-то хорошо, а есть, который или же болеет, или же не так уж хорошо живет, вот поддержать этого человека – это очень большое воздействие. Ну и в завершении выпуска немного о спорте. Дагестанец Алиасхаб Рамазанов станет участником в Паралимпийских играх в Париже. Путевку на соревнования он завоевал в марте на квалификационном турнире в Болгарии. Позже он одержал победу и на чемпионате Европы в Сербии. Сейчас наш спортсмен проходит один из заключительных этапов подготовки. Тренируется в столице республики в спортивной школе имени Магомеда Джафарова. На Играх Паралимпийцев Рамазанов станет единственным представителем Дагестана. Он выступит в весовой категории свыше 80 килограмм. Узбекистан осыпал Розамбека Жамалова подарками за победу на Олимпиаде. В качестве поощрения воспитанник дагестанской школы борьбы получил от руководства Узбекистана 200 тысяч долларов и автомобиль марки «Шевроле» стоимостью около 10 миллионов рублей. Также Жамалову вручили ключи от двухэтажного дома. Чествование вольника прошло в Ташкенте. Вместе с ним щедрые подарки получили и другие медалисты Олимпиады. Шахматистку Амину Абакарову навсегда исключили из федерации шахмат. Напомним, что перед соревнованием в Махачкале девушка пыталась нанести вред своей сопернице, обработав стол, за которым ей предстояло играть ртутным раствором. В результате сопернице стало плохо, у нее появились признаки отравления, и ей потребовалась медицинская помощь. Это стало причиной пожизненной дисквалификации Абакарова из-за грубого нарушения спортивной этики и попытки нанести вред конкуренту. Об этом сообщил министр спорта республики Сажид Сажидов. Смотрите нас также на нашем телеграм-канале. А у меня на этом все. Добрых вам новостей и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова